Доброе утро, Андрей Эдуардович. Мы начнем с главного вопроса, который интересует многих родителей, детей дошкольного возраста, это что будет с ценами? Повысится ли стоимость пребывания в дошкольных учреждениях в этом году? Должен ответить на этот вопрос утвердительно, но он не имеет однозначной причины. Суть в том, что еще с прошлого года мы получили предложение родителей о том, что неплохо было бы организовать для детей ужин, поскольку последний прием пищи полдень у ребенка происходит где-то в 16 или 15 даже часов, когда они просыпаются, а потом, задерживаясь в детском саду, а некоторые находятся и в дежурной группе, до 19 часов, ребенок, ну, по сути, голодный. Поэтому, проработав вариант с введением пятого приема пищи, полноценного ужина, а также, учитывая то повышение стоимости продуктов питания, которые детские сады закупают, мы пришли к выводу, что стоимость может подняться на 300-400 рублей. При этом мы ориентировались на те меню детские, которые нам рекомендует Центр технологического контроля, технологи, специалисты повара. А кроме этого, повышение стоимости оплаты за услуги детского сада не может обойтись без согласования с родительской общественностью. Поэтому с декабря в наших детских садах проводятся родительские собрания, родительские комитеты, консультации. Вот как раз в поисках той сбалансированной цены, которая позволит нам и не оказывать существенного влияния на доходы семьи, а с другой стороны, ни в коем случае не уронить качество питания, сохранить его и даже ввести пятый прием пищи. А когда наблюдается это повышение? Потому что в январе его еще нет. В феврале появится? Мы считаем, что это начнет работать с февраля. Потому что в январе еще действовали те договоры, которые были заключены в декабре на стоимость продуктов питания. И это пролонгировалось. С февраля месяца мы предполагаем введение новой цены за услуги детского сада. Это коснется всех муниципальных садиков? Либо каждый садик может самостоятельно решить для себя, будет ли он это улучшать или нет? В этом случае детские садики действуют в едином стандарте. Но хотел бы обязательно отметить, что все эти льготы, которые предусмотрены правительством Тюменской области, они сохранены. Это льготы на оплату за детский сад в виде уменьшения стоимости родителям, имеющим первого ребенка 20%, второго ребенка 50% и третьего ребенка 70%. Поэтому реальное повышение для каждой семьи, оно будет индивидуально. И если мы переведем это в расчет на каждый день, то будет от 16 до 20 рублей в день. Если говорить о продуктах, как я знаю, наших ребятишек кормят нашими местными продуктами, либо все-таки пришлось заменять импортные товары? Ни в коем случае мы ориентируемся на местных товаропроизводителей, потому что в этом случае мы имеем гарантию не только по качеству, но и по свежести продукта. Мы убираем вот это время доставки и время хранения. И, например, есть строгие правила, которые запрещают нам кормить сильно замороженным мясом, использовать в приготовлении пищи. Должно быть только охлажденное. Но как охлажденное можно привезти из другого региона? Ну вот вы говорили, что качество продукции, качество питания, оно не должно никак не ухудшаться. Но вообще хотели бы, изначально, может быть, и рассматривали, что стоит поменять меню. Может быть, плов давать не из телятины, а с курятины, допустим. Вот вроде бы по каким-то питательным веществам нет никакой разницы. Но по деньгам, если взвесить телятина и курица, это же две большие разницы. Вот есть, в том числе в прессе, которая этот процесс сегодня обсуждает, осуждение о том, что нужен этот продукт или не нужен этот продукт. Это совершенно неправильно. Я бы хотел, чтобы здесь комментарии дали, конечно, специалисты, врачи-диетологи, технологи питания. Кроме того, есть строгие требования к организации, к меню, к наполненности блюд, к витаминизации блюд. И меню выстраивается таким образом, что оно не повторяется, и оно должно сбалансированно давать ребенку все нужные микронутриенты и нужные продукты. Поэтому вот с точки зрения замены, конечно, это не вариант. Я не думаю, что вот такое повышение стоимости, по сути, питания критично, но при этом мы, повторяю, стремимся сохранить качество питания и увеличить количество приемов пищи. А кто проверяет качество? Кто за это ответственный? Первое. Есть целая многоступенчатая система контроля, которая начинается в период закупки продуктов. Во-первых, только проверенные поставщики, крупные, имеющие свои сертифицированные логистические центры, транспорт и обслуживающий персонал. Дальше, конечно, все продукты должны иметь сертификаты качества. Дальше происходит первичная приемка на этапе, когда поступает продукция в детский сад. Брокиражная комиссия сразу просматривает. Кроме этого, безусловно, в каждом учреждении есть своя брокиражная комиссия, которая допускает использование только после снятия пробы. А в эту брокиражную комиссию входит руководитель детского сада, безусловно, медицинский работник, представитель общественности. И только после этого попадает приготовленное блюдо на стол ребенку. Но при этом мы находимся под пристальным контролем Роспотребнадзора, Центра технологического контроля этой организации. И к тому же и в школах, и в детских садах мы сотрудничаем с родительской общественностью, которая тоже не только имеет право, а во многих учреждениях активно участвует в контроле качества пищи. То есть, знаете, последний вопрос. Повышение цен коснется только муниципальных садиков, либо частных тоже? Вот этот процесс коснется только муниципальных садиков. О частных детских садах, к сожалению, не могу судить. Они ведут собственную политику, бизнес-план свой и так далее. Мы отвечаем за муниципальные сады, поэтому работаем с ними. Спасибо большое, всего хорошего и удачного дня. Спасибо и вам доброго дня.